Сегодня в пункт сбора в Советском явились 12 призывников. Все они прошли медицинскую комиссию и признаны годными к службе. После оформления явки новобранцы получают военный билет. Для них этот документ как допуск к новой жизни. Это весело, с ребятами новые знакомства, опыт какой-то. В этом нет ничего страшного, это часть жизненного пути, который нужно пройти. Вообще я бы стал военным инженером, у меня как-то жизнь с этим связалась, с техникой. Думаю, как-то так было бы здорово. Скоро для будущих защитников Родины начнется новая жизнь. В их лексиконе появятся слова, такие как «устав», «казарма» и «отбой». А для Артема Зайцева служба может быть продолжена, ведь он уже определился с профессией. Учился я на среднепрофессиональном в Екатеринбурге. Окончил профессию квалификацию юриста, правоохранительной деятельности. И в армию необходимо сходить для будущей профессии. Это, конечно, нужно. Школа, жизнь. Дисциплина, ответственность, защита Родины. Ну и всё, как бы. Новые впечатления. Все ходили, и я служил. В ожидании специального транспорта, который доставит юношей на пункт распределения, они активно общаются и шутят. Служить в рядах российской армии солдаты будут всего год. А вот в какие войска попадут, новобранцы узнают позже. Частично познакомился, частично есть знакомые уже. Раньше ещё общались. Ну, эмоции по отправлению. Ну, вроде уже не привык, а как смирился с этим. Ну, войска какие. Мне сказали, что я уже, скорее всего, попал. Я хотел в ВДВ. Я хотел вообще, ну, просто потому что с парашюта попрыгать. Это больше всего привлекает. С рюкзаками, в которых самое необходимое, и то на пару дней, провизия и средства личной гигиены. Новобранцы садятся в автобус и отправляются за новыми впечатлениями, знакомствами, а главное, за жизненным опытом. По словам руководства военного комиссариата Советского района, весенний призыв никак не связан с проведением специальной военной операции. В ней принимают участие только офицеры и военнослужащие по контракту. Субтитры создавал DimaTorzok